Поприветствуем, Светлана, тебя. Всем здравствуйте, добрый вечер. Привет, Светлочка, с чем ты сегодня? А есть ли вопросы у тебя за неделю в каких-то личных чатах? Либо, может быть, что-то хочешь сказать? Ну, вопросы все те же самые. Сейчас пока насущная тема по ретритам. Поэтому вот в основном все вопросы по ретритам. То есть когда, где, что. Вот, но, наверное, не очень хочется еще в очередной раз все это говорить, потому что вся информация есть в Инстаграме. Вся информация есть, если кто-то пишет в личку, то пишите в личку, потому что, наверное, не всем это постоянно хочется слышать. Но могу сказать, что мы в эти выходные едем в Ведрусе. Там будет, там приедут мастера. Ну, достаточно интересные, вот, с которыми мы успеем познакомиться. Ну, я, по крайней мере, с которыми успею познакомиться. С некоторыми нет. Потому что я еду буквально на одну ночь, потому что по-другому у меня не получается по времени. Вот. А потом, конечно же, готовиться к нашему, к нашему марафону, а потом к ретриту. Вот. Поэтому времени все меньше и меньше на все. Все больше и больше времени к подготовкам и к каким-то, наверное, к начинаниям ребят. Потому что вот я могу сказать еще, что еще один человек перешел в автономию. То есть он сейчас идет в своих процессах. И ребята, которые в чате, в телеграм-чате в школе автономии, они знают, про кого я говорю, либо догадываются. Вот. Я пока не... Нет, это не Миша. Это еще другой человек, который с 9 числа, с 9 января убрал всю еду и жидкость. И вышел пока из всех чатов. Вот он, мы с ним списывались. Вышел из всех чатов, потому что идет процесс самим собой. Потому что, ребята, автономия, я еще раз говорю, это не процесс, когда ты на всю округу, как только ты убрал еду и жидкость, ты начинаешь об этом кричать. Это процесс становления самого себя. И только через какое-то время ты можешь, наверное, в открытую начать вещать то, что происходит с тобой, когда ты немножечко устоялся в этом состоянии. Вот. Только так происходит, по-другому не бывает. Не бывает такого, что ты какое-то время не кушаешь, не пьешь, и сразу же тебя начинает там выплескивать, и ты начинаешь все это всем вещать и рассказывать. Нет, это не так должно пройти какое-то время для установления самого себя перед самим собой. Это очень важный процесс. И вот еще один человек, да, действительно, хочу вам сказать, что в автономию перейти можно, можно убрать из своей жизни и жидкость, и еду, но самое основное – это встреча с самим собой. Это самый такой процесс, который трудоемкий, и он один из самых важных. Вот. Ребята идут в автономию, идут одним за другим, и вот сейчас уже несколько человек, которые познают сами себя. Вот. Имена их не буду говорить, потому что если они захотят, они потом через какое-то время сами выйдут и сами расскажут, наверное. Это будет из первых уст, наверное, интереснее. Вот так. Да, абсолютно верно. В плане того, что сначала идет самостройка, и только потом можно будет это передать, какие процессы прошел я, там, человек. Кто этот человек? Потому что когда только это случается, этому нет особых названий, и не хочется даже открывать это. Я даже знаю теперь, кто это, да. на одну и ту же букву со мной. Вот. Отлично, отлично. Ребята, все идет так, как должно быть, и я вам хочу сказать пару слов, действительно, о мощной энергии 2 февраля. Вот. Что со мной тоже кое-какие процессы произошли, и будет, и сегодня вот первые слова, которые я сказала, это буквально за минуту будущего. Это на самом деле большая глубина, и я тоже вообще не хотела и не переписывалась, с кем могла не переписываться, только решая какие-то моменты по нашему детоксу, приходилось отвечать людям, которые интересуются этим. И я хочу сказать, что на самом деле, кто еще хоть как-то имеет интерес к этому, скажем, к этому действу, пожалуйста, узнайте, что 14 числа мы заезжаем, с 2 часов заезд, и 14 февраля в 16 часов у нас уже начинается программа. И доехать надо вам только до Сочи, либо долететь до Адлера, либо до Коснодара и так далее. Вот, Дарина Ромочка. Вот, и относительно, как сказать, злободневности вот этого детокса, я на самом деле хочу сказать, что и детокс, который будет у нас вместе с депривацией, как раз-таки дали для меня лично этот толчок, который я получила, не знаю, это осознание, как его назвать, потому что это не первый раз подобные какие-то, ну, скажем, выверты, вывороты вот этого понимания жизни, но в любом случае именно депривация, потому что я вчера была, наверное, четвертой ночью на депривации, которая у меня была сегодня до 8 часов, и именно неедение, либо малоедение и депривация очень быстро дают эти результаты. Ребята, это просто еще, учитывая, что мы в таком, сейчас в таких порталах находимся, ушли от вот этого депроградного Меркурия, и сейчас вообще февраль великолепный, что вот эти еще, даже сегодня еще, все вы успеваете, чтобы сманчестировать и поработать свои страхи и так далее, и весь февраль, он будет просто, ну, не знаю, как его назвать, кроме как чудесным преображением, я не могу назвать, действительно земное преображение, как мы его и назвали, да, земное преображение, депроградного Меркурия, и, конечно же, встреча с людьми, а мастерами, которые даже произошли страхи, занеслись, там, 12 раз, по-моему, Олега, там, Меркурия Кордер-Гинуса, потом он просто уже перестал заниматься этим достигательством, и делал это уже протекая неугодом до года как без какой-либо манифестации, потому что на самом деле вот эта потеря этой глубины может быть только когда еще процесс не завершен, и тогда это все расплескивается. Вот, ребята, вообще прям чувствую, чувствую эту глубину, и вынесу эту чувствую, и как ты меня сегодня, Светочка, почувствовала просто. Мы сегодня со Светланой ни разу не переписывались, я написала только днем, что ты не теряй меня, выйду конкретно в 22. Я ничего даже не написала, не написала, и с этого, насколько мы уже в одном, да, поле синергии такой, Светлана конкретно описала состояние, которое я испытывала. Вот, очень приятно. Ребята, давайте. Так, есть. Мария наша, приветствую. Это хорошо. Мариюшка, мы тебя ждем, ждем. Так, как ты говорила. Так, ага. Так, не могу понять, что написали. Отпрыгнули одна. Сейчас только к дому путь. Ну да, так и есть. Мы оттолкнулись одна, если вы об этом говорите. Но до дна я еще раньше дошла, скажем, до ручки, так скажем. Поэтому сейчас немного по-другому ощущается. Сейчас какая-то перестройка. Я бы назвала сегодня пересборка. Наверное, пересборка. Вот. Вопросов не вижу пока. Мария. Мария на светлое мгновение. Мне же пожелает. И тебе, дорогая, светлое мгновение. Ребят, рассказывайте о своем опыте. Пожалуйста, заходите в Zoom. Отберите микрофоны. Вот здесь у нас уже есть наши прекрасные знакомые. Прежние знакомые. Не хочу сказать слово старые, потому что вообще этот корень стар у нас только может быть у пулстара, да? Как звезда автопулстар. Вот. А все остальное, старости и так далее, это не к нам. Поэтому заходите и делитесь опытом, потому что ваш опыт подскажет кому-то, что это не страшно, что, может быть, кто-то испытывает подобную, скажем, ситуацию, подобное состояние. Вы можете помочь человеку вшагнуть гораздо быстрее и шире, чем он сейчас, может быть, в сомненах или еще что-то. Расскажите, может быть, у кого-то также раскрывается творчество, как у Светланы. Вот уже, я так понимаю, скоро вся стена будет в твоих картинах, да? Да. Можно уже за индивидуальные обои брать. Отдельную цены уже. Да, я хочу еще, Римочка, ответить на вопрос все-таки. Я его записала, но не знала, нужно ли отвечать на него. Все-таки отвечу, потому что много очень вопросов. Он идет на ретрит, который 14 марта, и некоторые люди уже, некоторые дамы уже купили билеты на 14 марта. Причем купили не просто на 14 марта, а купили на 1 марта и готовы там ждать. Ребят, вот на сегодняшний день, действительно, как бы я не шучу, не набиваю цену, а действительно это можно посмотреть в чатах наших. Очень большое количество людей идут на автономию. Я не знаю, может быть, сейчас время такое, может быть, люди просто уже готовы, им нужен был последний толчок вот этот вот. И действительно, один за другим, они просто выходят на автономию, просто вот на сегодняшний день уже в автономном состоянии. Ребят, которые вот со мной общались, их больше десяти, которые уже спокойно живут без еды, без пищи и без жидкости. Но, опять же, точно так же ребята начинают говорить, что нам нужен там последний толчок, либо мы хотим приехать на ретрит, который будет 14 марта. Ребят, я действительно не шучу, не набиваю цену, но на 14 марта приедут только те люди, которые будут лично общаться со мной, потому что это будет достаточно глубокий ретрит. Я буду там озвучивать те вещи, которые для обычного ума человека, они недоступны. То есть вы не просто их не услышите, а вы даже, наверное, посочтёте меня какой-то немножечко ненормальной, которая говорит такие вещи. И чтобы я в открытую рассказывала то, что происходит со мной, то, что происходит с вами, то, что мы будем смотреть, что с вами будет происходить, это нужна действительно подготовка, и это нужно мне понимание, что вы действительно готовы к этому. Это очень важный момент. И, естественно, когда мне задают про ретрит, который будет проходить в 40 дней, его мы сейчас не обсуждаем. Я ещё не видела ребят, которые действительно готовы идти в новое состояние себя, в новое измерение себя. И это такой действительно процесс, который вы должны понимать, что обратного пути назад не будет. Это очень глубокие вещи. Поэтому всё-таки вот я хотела бы ещё раз сказать, что, ребят, не торопитесь, возможно, это не ваше. Это не хорошо и не плохо, что вы туда идёте, либо не идёте. Это просто... Есть люди, которые готовы, а есть, которые не готовы. И кто не готов, это неплохо. Это просто на сегодняшний день ваш путь. И это тоже хорошо. И это ваш путь. Он индивидуальный. Не нужно ни за кем гнаться. Поэтому очень хорошо подумайте. И, конечно же, если кто-то готов, то будем общаться, потому что... Потому что это билет в один конец. Я бы так сказала. Ребята, как раз вот пока Света начала говорить, у меня была мысля, как хотелось под это со мной. Но в любом случае мы у нас... А, я говорила... Я хотела сказать, добавить случай о том, что мало того, что вы можете не понять, о чём говорит Светлана, вы ведь же практике. И очень важно, чтобы вы могли быть в этом доверии. Найти полностью к себе, к пространству, к мастерам. В практике будет глубочайше. Поэтому тоже имейте в виду, что просто так слушателям вольным не удастся побыть. Поэтому всё, что происходит, будет именно... Всё, что будет с вами происходить, будет помогать и поддерживать других людей из бытия. Вот. Я так вообще думаю, сейчас вот пока поговорила, Сочка, я так понимаю, что я просто от тебя заразилась, наверное, потому что мы, кстати, в таких фибрациях, я думаю, что я буду всё время как раз день, через день. Но сегодня могла быть запросто. Я просто настолько, видимо, была энергия, даже слово затрачено, не страшно, она была как будто бы задействована, что сейчас я с таким кайфом это сделала, что я вот эту свежесть благородского перца красного цвета, я просто хрустела с таким удовольствием. Я не знаю, но, ребят, на самом деле, моё время такое, и проводник у нас это такой, я не могу сказать, мне кажется, что всё в купе, друзья. И вот это состояние, которое я испытываю всегда только после медитации, либо когда сама проводила медитацию, а со мной присутствует вот эта тишина и вот это вот состояние. Ну, не знаю, хватит уже разговаривать, давайте читать вопросы. То есть я не объяснимаю, потому что хочется ещё не находиться. Так, моя хорошая. Мария, поддержка. Да, именно. Как поменялась ваша жизнь после этого перехода? Много старого ли шло? Я так думаю, что седлание, потому что после какого перехода? Вышли, пожалуйста, на видео. Но если мы говорим про переход, то, наверное, я могу сказать, что это не с последним переходом случилось. То есть это начал разбираться мой мир три года назад, четыре уже, четыре года назад. И я об этом говорила, и это было достаточно тяжело для меня, это было психологически для меня очень тяжело, вырывалось всё с корнями, с кровью. И это продолжалось в течение четырёх лет, но так получилось, что я всё равно шла вперёд по определённым обстоятельствам, которые я уже озвучивала не раз. И это становление, оно было не сразу. Это было полное обнуление, полное падение в никуда, полное безразличие к тому, что происходит. То есть это настолько было... Это не просто была пустота, это, наверное, была пустота со знаком минус. Это достаточно такое страшное, когда ты погружаешься в этот страх, когда ты растворяешься в этом страхе, и после этого тогда его уже не стаёт. Растворяешь сегодня растворение, только вот это могло быть праздничное ещё слово «растворение». Почему-то тишины, ребята. Мне хотелось не только тишины, мне хотелось тёмного ретрита. Эта фраза у меня стала звучать, потому что я никогда не реагировала на тёмные ретриты, которые рассказывали мои наставники. И вот сегодня я захотела закрыть глаза, не найдя вот эту повязку, которую в самолётах орает, это надевала. Я просто укрылась одеялом. Я и лежала, я вот как Олег рассказывал, но, правда, я не представляю, как можно лежать 72 часа по параметру из земли в гробу, но тем не менее я вот это состояние, знаете, вот именно схлопывание в точку какую-то, когда ты уже непонятный, где и кто, и вот. Ну, я просто была шитеральная практика, она сама пришла интуитивно, и вот постоянно мне хотелось бы только вот в недвижении, либо сидя медитировала, либо лежа. И вот это весь день. И время вообще. Я боялась пропустить эфир, просто на часы не смотрела, даже когда отвечала на вопросы. Вот только в 10-м часу я начала собираться. Да, классно, очень ребятная. Опять у меня, я поможу, видимо, я плачу, меня не слышно, напишет в жене. Нет, я слышу хорошо. Да? Угу. Ладненько. Хорошо, тогда это неправо. Это может быть. Ребята, ждем вопросы ваши. Ждем ваши вопросы. Я вообще даже не знаю, кто здесь называется сейчас. Олеся, ты где у нас? Только что была. Давай. Давай. Поделюсь. Так, вот. И относительно того, как сейчас время, время, да, друзья, обижение, Светочка, вроде бы, вроде бы, кажется, что еще столько времени, и оно, вот у меня были периоды, и не так давно как растягивалось, даже еще до января. Сейчас я понимаю, что оно просто, его уже нет как будто бы. Вот просто вообще, если бы мы не назначали вот эти с вами свидания, которые необходимы, чтобы определиться, пока мы живем в трехмерном пространстве, то его вообще не нужно. Вот. Поэтому я так понимаю, что стирается время, и, соответственно, сотрется вот это расстояние, поэтому можно будет просто сразу же, даже чтобы не телепортироваться, уже идет, а сразу же быть, быть, наверное, состоянием, как бы сказать, быть в том месте, где нужно, раз нет времени, никогда не будет это странство, я не знаю, что это такое. Ну да, со временем происходит вообще другая, наверное, другой фонтан жизни с нами начинает происходить, и ты понимаешь, что все, что ты до этого знала о времени, это все неправда. Это все не про то. И ты становишься этим временем сам. И когда ты становишься этим временем, когда ты понимаешь, что ты состоишь из времени, ты есть это время, то все становится абсолютно по-другому. Мы, конечно, на ретрите об этом тоже поговорили. Да, да. И вот ребята, которые у нас уже в трогих практиках, тот же Михаил, я начала понимать сегодня, и я во многом поняла в плане того, что, например, какие-то практики он вообще не то, что отрицает, он просто, он проживает свое бытие. Вот в чем дело. И сегодня вот я вот в этом была, и я понимаю, о чем, что происходит с Михаилом, когда он знает, что океан его наполняет, когда он просто сидит и созерцает со своим дружим, да, другом. Подругой. Пушестиком. Подругой, да, кошечка? Вот. И, ребят, мне кажется, нам всем ставят какие-то прививки осознанности, и мы в переходе. Вот это уже перешло, я себя считаю сейчас в переходе. А то вот только снова переход у меня сегодня еще хорошо пока позвалось. В общем, не знаю, тебе еще будет. Ребят, знаете, что мы сегодня не будем долго, хотя уже 10-24, и раз на этот вопрос, раз по не будет ориен. Да, мы, наверное, сегодня совсем ненадолго, потому что мы потом расскажем вам в следующий четверг, как мы съездили в Друсси, вот, а сейчас я бы тоже хотела бы пораньше бы закончить сегодняшний эфир. Потому что есть с кем встретиться еще, да. Но очень готовьте свои вопросы обязательно, потому что, ребят, все сложнее и сложнее выходить, если честно, все сложнее и сложнее выходить в эфир, потому что все сложнее, все глубже и глубже происходят процессы, о которых в прямых эфирах все сложнее говорить, потому что это такая информация, которая просто взрыв мозга. Говорить об одном и том же, но хочется вам сказать именно то, что начинается вот это вот проживание. Но я понимаю, что не каждый готов к этой информации. И вот в этом состоит сейчас самая такая большая загвоздка, что хочется вам рассказать, но понимаешь, что не всегда это пойдет на пользу. Поэтому, конечно же, ждем вас на ретрите, когда мы можем лично пообщаться, рассказать и показать, куда вы можете прийти, где вас ждет вы сами. Вас всегда ждет вы сами в другом месте, в ином месте, где абсолютно другие краски. И это вообще классно. Действительно, я сегодня такой, святую, золотистый цвет волос, как интересное освещение сделала, просто великолепно. Ты совсем туда опять новыми гранями, играешь каждый раз, каждый четверг, и сколько мы тебя видим в ущерах. Ребят, на самом деле, кто живет в Коснобасском крае, можете также посетить свои выходные либо день-два на приезд в игрусь, и мы будем субботу со светочкой, и у нас будет послеобеденная, да, послеобеденная лекция, стояние на гвоздях, танцы на гвоздях, женская банка в субботу, и ночевка, конечно же, потому что будет депривация сна. Поэтому приезжайте, будем рады, поддержим друг друга, поддержим друг друга, очень хорошее начало у организаторов. И, знаете, когда даже мало человек собирается, и люди готовы не остановить, не прекратить это дело, потому что сейчас уже все, на черновик мы ничего не делаем, и они так же. И так вот затеяли это дело, сколько открыт у нас мастеров, людей, участников, волонтеров, и поехали, потому что потом изыскливо сгорится пламя, как говорится, в хорошем понимании, без костра, без каких-либо последствий, там, что огонь, как будто бы это страшно, и так далее. Это всего лишь одна из стихий, друзья. Поэтому приезжайте, зажжем, если нужно, расслабим лед, пока там еще снег лежит небольшой, там, может быть, сантиметров пять остался сегодня, смотрела видео от Олеся, организатора, и будет просто интересно. Давайте начинать собираться, давайте с того, что кто-то здесь близко, живущий рядом с Космодорским краем, приезжайте, и дальше, конечно же, люди вместе участвуют в других мероприятиях, скоро лето, может быть, уедем куда-нибудь в Крым и так далее, люди все автономно встречаться, люди, которые хотя бы не то, что ко мне только не едят или не пьют, а именно люди, просто расширяющие свое сознание и жаждущие встречи с единомышленным. Отлично. Ну что ж, мы как раз укладываем все в то, что самое хорошее. Так, я не вижу больше, что-то тут удаляют, удаляют, вот так, вот так, ну там уже личные симпатии пошли, это замечательно между нашими чатланами. Друзья, ну что ж, Светочка, будем завершать, потому что все, вы знаете, где нас искать, вы знаете, как подписаться в школу автономии, да, по Телеграм, вы знаете, как найти в Инстаграм школу автономии и Светланы и чат, все у нас здесь внизу под ссылочками. Ну что ж, прощаемся. Да, все, я вас всех благодарю, спасибо Римичке, спасибо Автополстару, спасибо вам, ребят, за вопросы, спасибо, что интересуетесь, и, конечно же, жду на личной встрече, очень хочется со всеми, с каждым познакомиться, и спасибо огромное.